сразу у человека, потому что пока он хочет денег больше, чем дарить что-то людям, он все равно будет работать, его деятельность по способностям, а не природу. Ну вот еще раз, смотрите, вот человек, допустим, занимается, он руководитель. Он по способностям руководитель и по природе руководитель. Если он по способностям работает, то в этой деятельности функционирует только его судьба. Вот сколько положено, столько и заработаешь. Больше не будет. Как только он переключается на деятельность по своей природе, сразу же он начинает служить людям в этой деятельности, обществу. То есть у него переключатель сработал, мотивация поименялась и сразу идет колоссальное развитие. То есть у него устанавливается правильное отношение с людьми, статус сильно поднимается в обществе, потому что разум, когда включился, человек становится очень статусным, потому что он привлекает к себе внимание людей. Понимаете? Деятельность по природе включилась у человека. А иногда бывает разное. Иногда, допустим, ты бизнесмен по способностям, а руководитель по природе. И когда у тебя бескорыстие включилось, ты чувствуешь, что должен руководить людьми, а у тебя не хватает сил. Поэтому деятельность по природе, она требует развития человека именно в сфере разума, как личности. Но способность, мне никак не кофе, какая личность. Главное, что ты делал свое дело хорошо. Но когда ты хочешь действовать сильно, широко, тогда мотивация твоя включает в тебе вот эти глубокие ресурсы твои внутренние. И тогда уже это совсем другое. Есть просто руководитель, там фирма небольшая. Есть человек, который топает копытами, он как бы очень сильно активен, ему интересно, ему нравится развиваться в этот период. Это значит, что у него мотивация более высокая. Ну, пусть я приведу пример, как вот человек переключился. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. У меня есть знакомый, он просто работал менеджером в фирмзаводе. И этот фирмзавод, приходит, загибался. И что-то у него как бы сработало как-то в голове. Он пришел в храм и говорит Богу. Давай как бы с тобой установим такие отношения. Я тебе приношу всю прибыль, которая придет. А ты давай заводу больше денег. Ну, то есть, вот как только пойдут деньги, я все тебе буду отдавать. Может, даже храм построят. И сразу, как только он так решил, у него вдохновение на работе пошло. Он такой, все, у него начало разыграться. И все как бы клеится. И у него пошли, первый завод нашел подниматься. И потом такая ситуация произошла, что руководителю, ну, собственнику этого завода было выгодно сделать его соучредителем. Ну, чтобы оставить его там, чтобы он этот завод развивал. И он стал соучредителем, и еще сильнее все пошло. И он начал строить храм. Он пришел к батюшке, говорит, я хочу храм небольшой, маленький построить. Он говорит, а почему маленький? Давай построим большой, я протяну еще других людей. Много людей приходило, но ни у кого денег не хватает. Вот. И в результате он всех хороших людей в городе узнал. То есть они объединились в строительстве храма. Пошли связи вот эти вот такие. Это связи на основе духовности, они очень крепкие. Люди не мотивированы, личные выгоды. Они просто любят друг друга за это доброе дело. И у них пошло сразу, друг другу, там, сразу все, пересечение бизнеса прошло, развитие все прошло, расти. И у него он начал чувствовать, дышать в своей деятельности. У него хорошо стало. Он почувствовал смысл в жизни, в своем труде. Вот здесь понимаете, как переключается человек на деятельность по природе? Как у него срабатывает этот механизм? Вот. Ну, допустим, каждый из вас хочет знать, в какой я природы. Когда человек развивается как личность, у него его природа сама начинает проявляться. Он легко заметен, он становится заметен. Как есть породистые собачки, есть непородистые. Непородистые, они все примерно одинаковые. А породистые они отличаются. Сразу, как видно, какая порода. Да, они породистые, они все дворняшки. Называют дворняшки. Они все примерно одинаковые. А породистые, там, сразу, как бы, видно. О! Вот когда человек как личность развивается, он становится породистой собачкой. В каком-то власть проявляется, статусы, в каком-то знания, в каком-то способности делать бизнес проявляется. Развивается человек, у него крылья вырастают. Он становится успешным в результате. Очень важно понять, что у человека есть две судьбы. Одна судьба – это наше желание, а вторая судьба – это желание Бога. И когда человек неразвитый, он деятельность по способностям, он действует, живет на основе своих желаний. У него есть мотивация, главное – это ипотека выплатить, деньги нужны, там, все прочее. И он вот так живет. Главная проблема такого человека – это усталость. Он чувствует, что просто там пошел, какого-то счастья нет в жизни. А когда мотивация выше, то человек вообще другими интересами живет. Ну, это не значит, что у него нет денег. Просто для него важно что-то делать хорошее для людей. И это главное для него. Он горит чем-то. И это уже другая судьба начинается. Здесь не законы судьбы работают, и человек оглушит, а уже миссия. То есть миссия – это когда Бог дает человеку больше полномочий в жизни. Он препятствия все убирает из жизни. Почему? Потому что Богу этот человек нужен. Он что-то для него делает важное. И это не обязательно там какие-то глобальные вещи, а может быть просто простая какая-то деятельность. Но чем отличается деятельность по природе или миссия от деятельности по способностям, размахам? Ну, то есть человек, который действует по природе, он с крыльями летит. А который без природы – это, ну, есть страус, есть орел, да, страус, он бегает. Тоже птица вроде, он макает крыльями, но бежит. А орел, он полетел. В этом различие. Ну, то есть деятельность по природе – Бог дает полномочий человеку, силы, возможности, связи, отношения. Все начинает включаться, потому что Бог включается. Потому что ты делаешь его дело, а не свое. Это как работать на себя или на большой завод. Там больше возможностей, когда на большой завод работаешь. Ну, а начальник завода и Бог чувствует разницу. Бог выше, да? Больше начальник. Начальник всего мироздания. Поэтому огромные возможности, полномочия. Хочу также сказать, что большинство людей, они не развиваются в деятельности, потому что они не знают, как в обраче протекает развитие личности. Это моя хорошая. Все они с нами ходили на пробежках. Большинство людей все живут по одной и той же схеме. Они думают, что развитие – это выучиться в престижном вузе, иметь диплом, и потом дальше вот этот диплом тебе поможет дальше развиваться. Я честно вам скажу, ни диплом кандидата наук, ни диплом своего вуза медицинского. Я никому в жизни не показываю. Никто не интересует. Как евреи одного поймали, начали бить. Говорит, я по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту убьем, а по еврейской морде. Я еврей, поэтому не шутки. Я вам говорю сейчас о развитии личности, понимаете? Мне требуется показывать свой диплом или нет, вам? А если бы я не был кандидатом наук, вы на лекции пришли бы? А вот кто из вас не знал, что кандидат наук Адимитриев? А я кандидатскую защитил по своим лекциям в 13-м году. Я доказал, что они помогают людям. Я по лекциям, по моим, эта специальность называется общественное здоровье. В медицине есть такая специальность. И статус человека определяется не образованием. Но сначала образованием определяется, но потом дальше нет. Потому что очень важно понять, как эффективно развивается человек. Есть горизонтальное развитие, когда ты получаешь образование, получаешь работу, мастером становишься. То есть ты идешь, идешь, идешь в свои специальности, ты как бы укрепляешься, становишься все круче. И там какое-то количество денег увеличивается, положение в обществе. Это очень медленное развитие. Оно может идти из жизни в жизнь. Как Высоцкий говорит, пускай родишься дворником. Пускай сегодня дворник, ты родишься вновь правом, и может потом до министров дорастешь. А если тупо, как дерево, родишься баобабом, будешь баобабом, тысячу лет пока помрешь. Понимаете? То есть это медленное развитие. А быстрое развитие, это когда человек развивается как личность. Качество есть у человека, качество. Вот допустим, что нужно руководителю? Руководителю нужна сила духа, характер твердый, терпение сильное, самообладание, проницательность, способность обстаивать свое мнение, видение истины в деятельности, храбрость, способность защитить свою фирму, знание законов, способность общаться со старшими, социальная сила и так далее. Это все нужно, это называется качество. Можно, допустим, диплом получить, образование. Я получил образование по социальной силе. Я теперь сильный социальный. Или получил образование по смелости. У меня диплом, что я храбрый человек. Сейчас проверим. Залазь в окоху, как бы. Вот танк едет на тебя и смотрим, что она тяжелее треной. Когда ты храбрый, знаешь, не тяжелеет. Если не храбрый, то тяжелеет. Все. То есть диплома недостаточно. Я типа выучился на артиллериста. Сейчас проверим, как ты выучился. Что там у тебя, когда начнется действие. Поэтому есть качество личности. Они не развиваются просто обычным образованием и получить невозможно. Качество личности все находятся в разуме. Когда человек начинает работать над собой в простых вещах. Сначала неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде, режим дня, молитва. Как-то с работой связано? Нет? Нет. А что происходит в результате? Вот девушки говорят, если я здесь буду совершать, я мужиком стану. Девушки, которые бегают, знаете, кем становятся? Они становятся стройными девушками. А стройная девушка, это же лучше, чем просто девушка. То есть они становятся, это сила, женская сила, они становятся стройными. Итак, внимательно, давайте, это важная вещь. Понимаете, качество личности, вот девушка, допустим, бегает, она становится стройной девушкой. Она мужиком станет, если она бегает? Нет. Она закаливается, девушка, девушка, она кем становится? Маржом или тюленем? Кем она становится? Она становится спокойной девушкой. Спокойной, значит, красивой. Теперь девушка неподвижное положение тела делает, кем она становится? С долбом или девером, кем она становится? Она становится терпеливой девушкой. Понимаете, то есть девушка совершает маскезы, она становится красивой девушкой. Вот я в спортзал, когда ходил, я смотрел, там девушки занимаются. Если они в правильном настроении занимаются, они становятся просто красивыми девушками. Понимаете? Ну, то есть девушка совершает аскезу, она становится красивой девушкой. Она не становится мужиком, как некоторые говорят. А мужчина совершает аскезу, он кем становится? Сильным мужчиной, волевым. Мужчина от бега воля вырабатывается. В неподвижном положении принятия судьбы от закаливания вырабатывается терпение мужское уже, самообладание. Понимаете, у каждого свое идет все. И точно так же, по такой же схеме, когда бизнесмен работает над собой, у него качество бизнесмена развивается. Он становится очень жизнерадостным, любит людей, щедрым становится, заботливым. И все тянутся к нему, все хотят с ним дружить, сотрудничать. У него сразу через связи увеличивается притяжение людей. Бизнесмен, когда торгует, люди сами должны его искать. А иногда они должны приходить к нему, понимаете? Должны хотеть с ним отношения строить. Я разок всегда привожу пример. Ботинки покупал, решил поисследовать, как кто торгует. И иду, смотрю, все смотрят на меня, как давают твои деньги. Такой взгляд. Я нет, не хочу давать твои деньги, у меня протест внутри. Вот, иду. И одна женщина стоит, смотрит. Я знаю, как работают качества бизнесмена. Но все равно это так неподкупно. То есть, она стоит просто, смотрит и улыбается мне. Как будто я думал, наверное, лекции слушает. Нет, подошел, не слушает. Говорю, вы меня знаете? Она говорит, нет. Улыбается. Все, как бы, сразу сильно желание у нее спросить. Я говорю, а где ботинки можно купить? Она говорит, да пойдем, я тебе покажу. Пошла сразу мне показывать. Все, помогла мне ботинки классные купить. Вот, я мимо прохожу, у меня к ней прям магнитит. Я говорю, а у вас что есть? И у меня там все документы. А потом раз ухожу, думаю, блин, как так получилось? И я к соседям сразу подхожу, говорю, как она так будет? Начал спрашивать. И они говорят, она вообще, как какой-то, наверное, в рубашке, что-то родилась. Она приходит на 4 часа, в ней все сметают и уходит. Она вообще не парится. А мы тут сидим целыми днями. Почему так происходит? Потому что качество у человека, она притягивает людей, понимаете? К ней хочется. У меня есть одна знакомая, она занимается духовной практикой, целыми днями молится. И она вообще не парится. Она по природе бизнесмен. Она печет пирожки с утра, женщина, много лет. Печет пирожки, молится сильно над ними, печет пирожки. Идет на рынок. Вообще нигде не устроено, нигде не работает. Вообще идет на рынок. Я говорю, у вас ни лавки нет, ничего. Где вы пирожки продаете? Она несет, вот сколько у нее в руках помещается. Через 15 приходит минут. Нет пирожков уже. Я говорю, вы где торгуете? Она говорит, вот те люди, которые на рынке стоят, продают, они знают, когда я прихожу с пирожками. И говорит, они так любят мои пирожки, что они дерутся там, кому-нибудь достанется пирожок. Потому что они знают, что они удачу приносят эти пирожки, что они здоровье приносят. Они намолены, понимаете, люди бросаются на эти пирожки у нее. И они разметают у нее, и все, ей на жизнь хватает. И так она живет. Она каждый день несколько часов печет эти пирожки, потом идет, 20-30 минут постояла, как постояла, просто сколько она может продать. И потом дальше домой и молится дальше. Понимаете? То есть она так развила качество, что ей даже не надо там париться и устраиваться где-то на работу. А Бог ей дает возможность иметь деньги, сколько ей нужно на жизни. И она посвящает всю жизнь Богу. Вот так человек живет. Это качество личности, понимаете? Ее пирожки настолько вкусные, что люди просто мечтают этот пирожок купить у нее. Ну то есть качество привлекают. Когда человек развивается как личность, ученый становится, расцветает как ученый. Хотя аскизы те же самые, но ученые расцветают как ученые. Бизнесмен расцветает как бизнесмен. Правитель развивается, расцветает как правитель. Все начинается со скез и режима дня, со здорового образа жизни. Все начинается, мои дорогие друзья. Потому что человеку сначала нужна энергия. Все начинается с энергии. Вот если в компьютере нет электричества, батарея села, дальше ничего не включено на компьютере. Нет энергии. Вот большинство людей, это мой опыт, большинство людей, и вы, в том числе, многие, кто сидит в зале, я увижу ваши энергии, живете на 30% мощности. Почему? Потому что у вас нет контакта с природой. Вы не понимаете, насколько важно то, что мы пробежались вместе. Люди не знают, ну, Гарри Кеннадьевич, у него такой прикол, он там бегает, что-то овёт, я желаю всем счастья, в воду залез, там 8 лет. Ну, хрен с ним, как бы, чем бы дитя не тешилось, не плакало. А это не прикол. Это важный момент жизни. Это ваша возможность быть успешным, понимаете? Вот кто из вас сейчас пробежался с нами и чувствует себя хорошо, хорошее настроение, счастье, расслабление? Поднимите руку. Вот реально люди, видите, я что придумал? Вот они так себя чувствуют. Ты знаешь, что они заряженные люди, не зарядились. Понимаете? И вот это начинается с этого жизни человека. Если человек этим не занимается, то вряд ли он сможет, если он на полную мощность не включится, то вряд ли он сможет развиться. Это фундамент, это основа жизни. Поэтому вот эти лекции, которые я читаю по неподвижному положению тела, длительным движениям, хвост на воде, режим дня, правильное питание, нужно с этого начинать. Это ваш фундамент, ваша энергетика. Вот человек обжирается на ночь, он 30% своей жизни забирает. Ну то есть вот он обожрался на ночь, у него энергетика на 30% развития личности, досвидос. И дальше вы не сможете обществе положение какое-то занять. Все. Если человек статические упражнения не делает, в воде, с водой не соприкасается, он раздражительным становится вот таким. И все, и у него рушится работа, жизнь. Он думает, что он такой по природе, вот он раздражительный. Он не может по-другому. А это на самом деле нет сил. Гневливость, раздражительность, обидчивость, это просто нет сил. Это не качество характера. Это нет сил. Потом дальше. Воль и волевой фактор страдают. Нет сил. Не потому, что ты безвольный человек, а просто у тебя энергии не хватает, которые дают длительное движение. Или у тебя пессимизм все время, ничего не получится, плохо, все хреново. Значит, у тебя не хватает энергии солнца, ей нужен пост. Видите, с многих сторон словами не разбираются. Надо переписать песню, записать заново, чтобы шлягер был нормальный. Чтобы передапаратура была, которая модуляцию звука дает нормальную. Чтобы вы в студии запишите, просто ездите. Потом будем... Ну, то есть, вот это здоровый образ жизни, это основа развития личности. Это самое первое, что происходит, когда ты становишься удачливым человеком. Еще раз, мои дорогие, пытайтесь понять. Многие бизнесмены ходят на тренинги по бизнесу, и там менеджмент рассказывают, и всякие остальные вещи, что надо быть уверенным в себе, что надо стремиться к своей цели, там. На все это нужна энергия, мои дорогие друзья. А вот как добывать энергию, никто не знает, и никто не знает, что такое качество. Вот, допустим, бизнесмен, ему не надо париться, если у него есть качество, к нему люди сами идут, они его чувствуют, он как антенна, на него все настроены. К нему идут все покупать товар. У меня один знакомый бизнесмен сделал прикол. Он, ну там, он в бутиках работает, там электронику продает, продает в Москве. И он взял в своем бутике, все там включают музон, притягивает людей. А он включил мои лекции. И у него в два раза возросли продажу. Не потому, что люди лекции слушают, понимаете. Они лекции не слушают, просто лекция идет, они не слушают. Они чувствуют энергию хорошую и идут покупать товар. Они чувствуют, что там нет обмана. Понимаете, так это работает. Мотивация очень важна, мотив внутренний. И этот мотив, это не дешевая вещь. Это надо менять себя как личность, развивать. И начинается развитие всегда с энергии. Поэтому, если человек этого не понимает, то дальше там что-то, тайм-меншмент, еще что-то. Это все бред. Ты как личность, развейся. Вот ты, допустим, хороший, хоть тебя за километр видно, что руководитель. Все захотят тебе подчиниться сразу. Почувствуют от тебя защиту, счастье. Если ты хороший ученый, то... Меня спросил этот человек, говорит, как ты себя раскручиваешь? Люди на лекции приходят. Инстаграм, там, ютуб, там. Расскажи секрет. Я говорю, никак себя не раскручиваешь. Он говорит, ну а знания, знания, как ты даешь? Я говорю, я все раздаю. В интернете все есть. Он говорит, зачем ты, как, если интернет все есть, зачем люди тогда приходят на лекции? Я говорю, соскучиваюсь и приходят. Позитивное настроение. Ты всем желаешь счастья. На тебя все готовы оглянуться. Ты уже стал притягательным человеком, потому что энергия природы притягивает в тебе. Солнечный мужчина, как выглядит? Солнечный мужчина, как выглядит? Незилый. Жизнерадостный. Правильно. А солнечная женщина, как выглядит? Красивая. То есть красавица. Красная девица. Красная означает солнечную. Красную. Понимаете? Красная значит солнечную. Если энергия ветра в мужчине сильная, как он выглядит? Болевым он выглядит, у него более сильная. Это энергия означает энергия деятельности. Он такой деятельный, волевой. У него есть силы. Энергия ветра внутри человека. У женщины, как энергия ветра выглядит? Как она выглядит? Она стройная, энергичная. Стройная, энергичная. Взгляд сильный такой. Энергия воды, если в мужчине, как он выглядит? Спокойный, добрый. Принимает судьбу, рассудительный. Женщина, как выглядит? Энергия воды, как выглядит? Она такая луналийка. Такая красивая. Рядом с водой очень красивая женщина. Допустим, Рига, Сочи. Красивые какие они. Энергия воды так действует. А в Питере действует? Действует, конечно. Почему нет? Если вы купаетесь, то действует. А если не купаетесь, то тоже действует, только не на вас. А так действует. И надо этой энергией наполняться. Допустим, вы говорите, у вас спите солнце. Сейчас танцевать пройдет. Наполняйте все, живите. Это первая стадия развития человека. Без этой стадии невозможно. Не хотите делать аскезы? Значит, будете... Не хотите дышать, будете дышать в трубочку. Если не хотите бегать или не хотите ходить, будете ходить под себя. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. И лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Нет мечты, значит, будет утка под кроватью. Я теперь, как доктор, с вами разговариваю. Не мытье, а прокатами. Я говорю, для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сначала сказать? Ну, сначала плохую. Ну, мы вам по ошибке не ту ногу отрезали. Ну, теперь хорошую. А хорошая новость такая. У вас больная нога сама заживает. Вырабатываете врачебное мышление? Оно очень простое. Врачебное мышление очень простое. Не хочешь правильный образ жизни вести. Понос, судороги, смерть. Три стадии. Поэтому, судите на светлой стороне. Спасибо.